вопрос фотографии ой да это надо предупреждать антон надо было вот потом спроси можно ли показать это фото но в общем но чуть-чуть не увидишь я так открываю а там сразу в глаза такое значит парень такой средний плотный шлеме на котором в шлеме какой-то он такой покрытый фольгой написано как красным ссср бутылка на ней написано ссср огромная бутылка не по этой просто бутылка ссср да и вот он весь вот смотрит вот такая фотография и с чем это связано что у него случилось в жизни сейчас я вам озвучу да но надеюсь шлема так чтобы так сказать отбивать вот эту вот радиосигналы натовства чтобы не пропускать чтобы отсвечивали они надеюсь тогда но вообще-то да тут очень важно шапочку иметь потому что радиации эти масонские все да 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 очень опасно сон и страшное дело они они посылают сигналы издалека поэтому надо шапочка чтобы все отлетало очень важно и в ней надо спать в шапочке нужно сделать такую шапочку можно сделать из фольги шапочку но лучше медную шана так лучше отражает и спать и полностью все заткнуть чтобы не не проходили масонские влияние натовской не проходил очень важно да да так илья отправил четыре тысячи сто рублей до евгений добрый день с долгой все ваши речь смотрю все ваши стримы боюсь что ваши прогнозы сбудутся до перемены настанут да да не очень хочу скорее вернуться в советский союз где все было хорошо и без потрясений когда мы уже вернемся назад и будем бодаться с этим западом с уважением илья николаевич 33 года санкт-петербург ну илья николаевич конечно вы правильно писали историку потому что врачебная помощь вам уже поздно как 2 часть серьезно или отвечать как отвечать вот когда же мы вернемся ну эти вас уже возвращают в советский союз но это невозвращаемо это невозвратимо это прекрасное далекое это невозвратимо вот но там же шикак его муж разочаровать и я николай илья николаевич да вы что хотите вернуться в кону в сталинские лагеря вы хотите чтобы вас голым пустили по льду по снегу и били палками и чтобы кожа отдиралась прилипшая ко льду и чтобы вас не кормили и чтобы и так далее все это под портретами сталина рябова что вы хотите или вы хотите чтобы вас не было возможности выходить в цивилизованные страны чтобы вы были как раб лишь как крестьяне которые до 70-х годов не имели паспорт русские крестьяне советские до 70-х у них паспорта не было еще не работали не за зарплату за труды дни вышло это вы хотите чтобы жить как раб хуже раба вы хотите карательную психиатрию кстати говоря учите что вы точно подпадете под карательной пиры психиатрии 3 1 зачем вам это вот понятно что что пройдет то будет мило есть такая фраза в классике что пройдет то будет мило это правда и я вам хочу сказать что в сравнении с садом последних месяцев уже поздний совок выглядит так несколько вегетарианский в шутку да хотя вегетарианцы они конечно полностью самые агрессивные на неважно очень выглядит достаточно блекло но в целом обсуждать это всерьез я не знаю как только смеяться смеяться ну что жалко так как-то что смеяться над человеком вот так что я могу сказать так совок не вес ссср не вернется это невозможно но в совок только в такую худшую форму в советском союзе было были хотя бы декларированы принципы движения в науку в просвещение декларированные действительно были и ученые все сейчас декларируется движение не в науку а в архаику в маркобесе в чудовищную религиозность и так далее так же сейчас соединили худшие сейчас и нет худшие из совка из российской империи худшие черты не лучшие что и там и там были вопреки вопреки строю режиму хорошие таланты люди хорошие явления особенно в российской империи были хорошие но сейчас культивируется собираются именно плохие прям вот просто выделяется из коллекционируется выбираются и вы только плохие внедряются ну вот я не могу этого шутка была тем более вот вы в этой шапочке из этой бутылочкой я просто не как это воспринимать но в наше время и с нашим дивным населением уже может это правда и не знаешь где шутка где правда что все выглядит эти все в последнее время выглядит настолько маразматичный как-то неестественно безумно что это сложно действительно нормально чего поверить я в это верю только как ученый это эмоционально невозможно воспринять это я воспринимаю только как ученый то есть только технически иначе это может сойти с ума и вот я же у меня свои сферы общения и среда приличных людей но мы знаем что вот у нас в обществе есть не в обществе а за городом за обществом есть такая субкультура сумасшедших агрессивных безумных вот и да ну мы смотрим так на это они опасны они мешают жить они все захватили но но они исторические проиграли и когда будет их полный как бы официальный кратушных как бы в природе в реальности приличных людей не существует но они так сказать очень гадят приличным людям и у них будет крах по объективным причинам и вот тогда будет тоже плохо потому что они же еще больше озлобиться от собственного крах вот а этот я кто писал я думаю что мой он неплохой может даже добрый и хороший я думаю что он прямо быть хороший но очень сильно как-то обманывается относительно нашего прошлого очень сильный я бы призвал срочно снять розовые очки и шапочку понять что это было страшное общество и преступные действия правительства многие но да вопреки этом были замечательные они вопреки понимаете культура была вопреки и сквозь сквозь этот ужас кто-то был вынужден вообще эмигрировать кого-то цвета и вообще повесилась понимаете поэтому были чудесные вот вы любите деятели искусства которые создавали вопреки этому ужасу их любить и они создавали да и был прекрасно но я повторю что это здесь слово ключевое вопреки дальше это здесь вот и Продолжение следует...